Добрый день, друзья! Каждый в самоизоляции сходит с ума по-своему. У кого были какие патологии мировоззрения, они продолжают усиливаться, потому что человек ищет постоянно подтверждение своего бреда, и поскольку у него кроме интернета ничего другого нет, он подтверждение этого бреда находит и дальше продолжает повторять свои бредни. Вот сегодня прочитал, что, оказывается, фронтовики плакали, когда умер Сталин. Где они видали этих фронтовиков, плачущих? Вот то, что можно точно сказать, что фронтовики не могли не ненавидеть Сталина. Ну, те, кто реально был на фронте, на передовой, они же прекрасно знали, в каком состоянии находилась армия, какой был уровень поддержки вооружениями, какой был уровень компетенции командиров, и сколько вреда нанесла коммунистическая партия, спецотделы, СМЕРШи и прочие, кто мешал, реально мешал воевать. И всем этим, конечно, заправляла Компартия во главе со Сталиным, потому что они боялись армии, не боялись победительницы, армии победителей, которая вернется с войны и расправится со всей этой сволочью, которая засела во всех органах власти. Ну, вот ровно как сейчас, ровно как сейчас Путин и его шайка боятся тех, кто может потенциально быть теми, кто расплатится за все наши беды, поэтому уничтожают все живое на земле. Поэтому вполне вероятно, что и преднамеренное заражение вирусами разными, какие там под руку попадаются, я не знаю, вполне возможно. То есть уничтожить всю страну для них это будет вполне нормально. Собственно, как сейчас они уничтожают. Вы думаете, они с коронавирусом сражаются? Они и с вами сражаются. Они уничтожают народ, уничтожают экономику, но не борются с коронавирусом. Так я, в общем-то, о другом. Я вот в этом сумасшествии, связанном с сталинизмом, якобы Сталин сильная личность, там всякие придумывают, что он якобы чуть ли не православный был, поскольку семинарию закончил, а реально он ее не закончил, никогда православным не был ни в малейшей степени, никогда не проявлял вообще своих, ну, каких-то знаний, которые обычно люди получают в процессе образования. И у них иногда вот что-то такое выскакивает, и кажется, что человек, ну, хоть как-то, хоть как-то образован. Ничего нет, этого ничего нет и не было. И представлять Сталина там каким-то светочем, который хоть что-то позитивное сделал во время войны, или хоть что-то позитивное сделал для страны, ну, это просто действительно вот сумасшествие, это мифология. То же самое, что Путина объявляет спасителем Отечества, сейчас вот борцом с коронавирусом и так далее. Таким вот мужественным оппонентом американской власти, каким-то победителем чего-нибудь в Сирии, чего там побеждать, там нечего было побеждать, и там победить вообще невозможно, потому что это и не обычная война. Вот, втянули нас в это безобразие, и кроме позора ничего другого оттуда произойти не может. Там пропагандистская машина работает, вот она в головах людей продолжает работать, уже нет Сталина, нет сталинской пропагандистской машины, но бредни вот эти, они продолжаются. Услышал тут от уважаемого человека, что, оказывается, Сталин монарх. Ну, тогда и Путин монарх тоже говорит, ну, а что вам еще, что вам монархистам, он у вас уже монарх есть. Ну, какой это монарх, господа. И вот довод-то единственный, ну, как вот, моно и архе, да, моно, архе. Это значит единоличное правление, да, вот это и есть монархия. Вот странные люди, я не знаю, словари когда-нибудь открывали, там, читали, но ведь у каждого слова есть свои значения, которые возникают, независимо от того, что называется этимология происхождения слова. Ну, мало ли, как, откуда произошло слово. Тем более составное слово, ну, не случайно же оно составное. Это не просто два смысла соединили вместе, вот и все, да. Ну, а подумайте, а автократия тогда что такое? Это то же самое, та же самая монархия, да. Вот все не так, все, если разбираться, то все совершенно по-другому. Монархия – это целая система институтов, это не односложный ответ, но это просто власть одного. Да нет, это не так. Это власть одного на пользу всех. И, кроме того, в самом значении монархия – это не только… Архия – это не власть, это первоначало, это греческое слово многосложное. Археология тоже отсюда происходит, древность первоначала. Поэтому у древних греков монархия – это только то, что происходит из глубины веков. В том числе передача прав наследования, она там происходила и по женской линии, и через младшие ветви, то есть там, ну, должно быть, должна была быть какая-то основа. Не мог человек просто сбоку с припек прийти, раз он тебе монарх. Нет, ему надо на царевне было жениться, вот тогда возможно было. Поэтому, когда говорят, ну, если единоличное правление вот этой монархии, не в малейшей степени. Единоличных правлений может быть много самых разных. И у древних греков была тирания, противоположная, нечто противоположное монархии – тирания. Власть одного в пользу самого себя. Вот то, что мы имеем сейчас, вот Путин, это по классификации Аристотеля – это тиран, это тирания. Правление, которое не имеет никаких оснований в истории, не имеет никакой легитимности. Это просто опора на силу. Хотя и тирания может быть благостной, так называемой старшей тиранией, когда вот распались, начали распадаться и исчезать царские династии. И тогда, так или иначе, все равно воспоминание царской власти требовало единоличного правления. Вот единоличная попытка создания новой династии, как в Афинах Песестрат пытался создать. Он реально был, он правил, как царь. Его наследники могли быть царями, но вот не удержались. Афины и историческая катастрофа была прямым следствием того, что они оказались не способны к монархии, не способны к формированию новой династии. А там, где династии держались тем или иным способом, там правление было успешным, насколько это было возможно в этот исторический период, в том масштабе истории, который предписан для данного конкретного народа. Ну, скажем, царские династии в Спарте никогда не прерывались. Вот еще раз обращу внимание, моноархе – это не власть одного, потому что архе – это первоначало, это единое первоначало, это первоначало и как едино начале, то есть единый начальник, и единственное начало, которое является легитимным вот для этой исторической персоны. она имеет за собой многовековой шлейф наследования традиции, традиции власти, традиции управления и так далее. Поэтому говорить, что Сталин – монарх, ну, это настолько невежественно, настолько это нелепо, и настолько это оскорбительно для всей русской истории. Это противоположность монархии, противоположность. И если говорят, ну, Советский Союз тоже был империей, смотрите, он восстановил имперские границы. Нет, это была противоположность империи, потому что империя всегда опирается на имперообразующий народ. Русский народ имперообразующий, поэтому и Российская империя была русской, и все там было по-русски, и власть была русская, и армия была только русская, и никакая не российская. И все было русским, все было русским, все, что есть имперское, все и было русским. А в Советском Союзе все, что советское, то было не русским. Все, что стремились превратить в советское, это дерусификация, это разрусификация, Это утрата всяких русских смыслов. Не империя Советский Союз, а антиимперия. Не император и не монарх Сталин, а нечто противоположное. Тиран, истязатель своей собственной страны, истязатель русского народа. И подмена, которую пытаются сейчас сделать, подсовывая в виде архе какого-то Сталина, усатого грузина, сухорукового, безграмотного, с трудом говорящего по-русски, это ли не оскорбление всех русских государей, выдающихся государственных деятелей, с которыми Россия только прирастала и становилась все более мощной, и, как писал Гоголь, обгоняла другие народы и государства, точно необгонимая тройка. И вот пришла вот эта нечисть, повылезла из всех щелей в годину испытаний во время войны и обрушила нашу государственность. Мы больше века расхолебаться не можем, и все повторяем, и постараемся как-то придумать оправдание для своего собственного народа, который упустил исторический шанс, исторический шанс быть империей, быть монархией, быть великим, величайшим государством мира. Мы брошены в ничтожество, в ничтожество именно потому, что мировоззренчески мы не с русским народом. То население, вот эти русскоговорящие россияне, которые сейчас заполняют территорию нашего отечества, конечно, они, какие они русские? Это не русские, это люди, забывшие, что такое русское. Поэтому они и пытаются не вспоминать о том, что такое была Российская империя, и заменяют ее смыслы вот всеми этими большевистскими выдумками, мифами проплачущих ветеранов, которые рыдали прямо вот души нечая в Сталине, который виноват в том, что в землю легли миллионы и миллионы солдат. Без всякого смысла в том, что не готов был к войне, в том, что убил всякую инициативу в армии, и в том, что армия не могла эффективно воевать, потому что у нее на плечах висела вот вся эта репрессивная большевистская система. Она и сейчас, она воспроизведена полностью, и если кому-то, кто-то мечтал, нам бы Сталина, вам Сталин уже предоставлен, он сидит в бункере, не знаю, где прячется от коронавируса, который сам же и выдумал. Братцы мои, монархия – это исторический приз, его надо заслужить, и прежде всего надо, чтобы этот приз был, существовал в ваших мозгах. Тогда у вас все уложится, все сложится правильно, все проблемы нынешнего мира станут понятны, если вы начнете понимать, что такое была Российская империя, что такое было Российское самодержавие, а не случайно Российская монархия имела особое название. И вы сами становитесь самодержавной личностью, если вы усваиваете русское национальное мировоззрение. А сталинизм – это порог, это срам, это стыд, это дерусификация. Русские люди, возвращайтесь к России, к русской истории, к своим предкам, отрекитесь от всего этого большевизма, от всего этого инородческого сталинизма, от всего этого совка, который калечит ваше мировоззрение несбыточными мифами о том, что можно вернуться в СССР. Нам возвращаться надо в империю, наша родина – империя, наша родина – это Русь, Россия, это монархическое правление, какое оно и было. Его надо заслужить, оно не придет и не будет вас спасать. Вы сами должны спасти себя и прийти к тому, что монархия – это лучший способ правления, лучшая форма правления, о чем известно с древнейших времен и что доказано веками и веками нашей истории. Вернемся к нашей истории, значит, продолжим ее достойно. Не сможем вернуться, гибель наша уже, можно сказать, наступила и последний век русского человека закончится в 21 веке. Закончится Россия, закончится русский народ. Мы стоим на пороге этой гибели и хотя бы на пороге должны вспомнить, чем была российская монархия, российское самодержавие, кем были русские самодержцы, величайшие лидеры мировой истории. И чем были большевистские вожди, ничтожества, мерзавцы, убийцы. Давайте не будем предателями, давайте преодолеем это предательство в самих себе и вернемся в Россию хотя бы в своем самосознании. Может быть тогда Господь Бог помилует нас, помилует отрекшийся от Него народ.